Здравствуйте! В эфире программа «Энергетика. Обзор отрасли» и я, Ксения Демидова. Российские ученые предложили поистине революционное решение в области транспортировки электроэнергии. Они разработали систему, способную передавать электричество на большие расстояния по одному единственному проводу, который тоньше человеческого волоса. Российские ученые совершили настоящую революцию в физике. Они создали однопроводную систему передачи электроэнергии. Другими словами, электричество передается в разомкнутой цепи. Как такое может быть, мы попытались разобраться в нашем следующем сюжете. Это больше похоже на мистификацию или розыгрыш. К стенду с огромными лампами накаливания ведет тончайший проводок. Мощность каждой лампы на стенде 1 киловатт, то есть в 10 раз больше привычной 100-ваттной лампочки. Включаем рубильник и чудо, лампы загораются. Проволочку, протянутую к стенду, разглядеть почти невозможно. Диаметр сечения всего 8 микрон. Диаметр человеческого волоса в 10 раз больше, около 80 микрон. Чтобы невзначение оборвать проволоку, через каждые полметра на нее повязали опознавательные знаки – белые ленточки. Мы передаем электроэнергию 25 киловатт. Вы видите, как на линии играет проволочка. Проволочка – это здесь проходит электрический ток. Электричество, которое передается по этой проволочке, слегка хватило бы, чтобы запитать 2-3 коттеджа или средних размеров магазин. При стандартной электропередаче для таких нагрузок потребовался бы толстый медный кабель сечением 16 квадратных миллиметров. Три фазы по 380 вольт. Здесь выпрямляется и передается на генератор. С генератора идет на катушку Тесла и дальше по линии переходит на приемную катушку Тесла, дальше на нагрузку. Эта линия электропередачи вне закона. В том смысле, что законы ОМА, известные всем из курса школьной физики, тут не работают. Незамкнутая цепь, то есть провод, по которому идет и большая энергия. Вернее, правильно сказать так. Энергия идет не по проводу, а идет вдоль провода. То есть провод в данном случае амическим не является проводником как таковым. Он просто как волновод работает. Провод в этой системе используется всего лишь как направляющая. А потому металл, из которого изготовлен проводник и толщина сечения, роли не играют. Кроме того, провод не нагревается и потерь энергии почти нет. В двухпроводной системе видно, что с увеличением расстояния яркость лампочек падает. В этой гирляндии используется однопроводная линия. Все лампочки подключены к одному проводу. И по всей длине линии, а это 30 метров, они горят одинаково. При желании вместо лампочек к такому проводу можно подключить обычный электродвигатель. Электрическая энергия по одному проводу приходит на приемный преобразователь. Дальше выпрямляется и приходит на преобразователь, где преобразуются три фазы, 380 вольт. И дальше будет работать электродвигатель. Полного теоретического объяснения работы однопроводной системы до сих пор нет. Вопросы остаются. Светилы электротехники ответы на них не находят. Но тем не менее, возможность передачи энергии по одному проводу доказана экспериментально. Первооткрывателем передачи электроэнергии по одному проводу был известный физик и инженер-изобретатель Никола Тесла, работавший на рубеже 19-20 веков. Его опыты пытались повторить ученые из разных стран мира. Однако на практике разработать и запатентовать этот способ передачи энергии удалось только несколько десятилетий спустя российским ученым. Первый патент на однопроводную систему передачи электроэнергии российские ученые получили еще в 1985 году. Сейчас, по словам разработчиков, их система доработана и полностью готова к внедрению. Это чисто лабораторный вариант, поэтому здесь так все громоздко выглядит. Но, может быть, даже это интереснее. А в будущем просто будет две коробки, передатчик в приемник. И как переноска. Просто бросается переноска на любые дальности. Выгода нового способа передачи электроэнергии очевидна. Потери при транспортировке электроэнергии практически нулевые. Не нужно тратить тонны металла на создание толстых многожильных проводов. Можно отказаться от строительства многочисленных трансформаторных подстанций. Однако энергетики от чего-то пока не торопятся внедрять и эту инновацию в жизнь. Технология может быть совершенно замечательной. Но если непонятно, как это все окупается, и такой экономический механизм, то толку от нее не очень много. Если это будет, в конце концов, массово отработано, пока это такие пилотные маленькие проектики, то это действительно серьезная экономия. Не берутся энергетики за массовые внедрения нового введения и еще по одной причине. Пока не полностью исследована безопасность данного способа передачи электроэнергии. Как он влияет на окружающую среду и, главное, не вредит ли здоровью человека. Параллельно с исследованиями в области безопасности нового метода транспортировки электричества ученые работают над созданием еще одной технологии. Передача электроэнергии вообще без проводов, по воздуху. Первый эксперимент и в этой области, кстати, тоже проводил Тесла. Но выйдут ли эти опыты за рамки лаборатории и когда это произойдет, под большим вопросом. Это была программа «Энергетика». Обзор отрасли. До встречи через неделю.